добрый день уважаемые участники нашего вебинара наша сегодняшняя тема видеостудия для преподавателя как существенно улучшить картинку имея всего два квадратных метра а как вы понимаете два квадратных метра это такая метафора на самом деле два квадратных метра это то что удалось реализовать лично мне думаю что речь идет просто небольшой студии которая может помещаться в небольшом объеме вашей комнате которые вы полностью не отдаете под студию если у вас есть возможность отдать под домашнюю студию всю комнату пусть и самую небольшую то это будет совсем другой разговор и возможно совсем другие решения давайте также сразу договоримся о том что то о чем я буду говорить это как бы некая передача опыта от преподавателя к преподавателю а совсем не вещание как знатока в области видео аудио и студийном деле то есть это наше такое передача информации между собой от человека который получил опыт к тому тем который может быть еще пока этого опыта не имеет или имеют другой опыт основанный на каких-то других других тезисах я хотел бы отметить что давайте сразу с этим завершим вопрос не хочу очень долго рекламировать себя вот этот вебинар подготовлен в как промо вебинар для курса учебное видео от идеи до воплощения в этом году он состоится начнется 4 ноября я его провожу уже если не изменяет память восьмой раз вот каждый год я его актуализирую и перерабатываю на основе новой информации которая появилась в этом году у нас опять будет новая тема тема связанная с искусственным интеллектом включена в курс также все сервисы и программы будут обновлены до состояния осени двадцать третьего года если кто-то еще не не знает об этом курсе пожалуйста смотрите вот по ссылке ссылку вы ссылка будет кликабельной если вы скачаете скачаете презентацию тогда все ссылки будут будут кликабельны этот курс будет проходить не в рамках директ академии в рамках нашего сотрудничества с компанией ракурс вот это традиционно так проходит для моих курсов вот ну и давайте я все таки наверное вам эту ссылку дам в чат раз уж я остальные ссылки вам тоже давал сейчас это потребует наверное полминуты может быть меньше надеюсь так вот эта ссылка на мой курс хотел бы отметить что вот как раз эта информация мой курс не войдет там для нее в общем места нету она останется просто вот как запись этого вебинара так что просто имейте ее ввиду вот она в некотором смысле будет нести уникальный характер ну и давайте перейдем собственно к делу да о чем я сегодня хочу с вами поговорить первое давайте обсудим применимость моих рекомендаций сегодняшних ну и дальше начнем идти по компонентам поговорим о камере поговорим о звуке о свете о фоне об одежде о том как все это крепить то те нет не одежду конечно да камеру звук свет фон и так далее вот ну и в конце концов поговорим об общиком как как ни странно да в моих рекомендациях большее место будет занимать не камеры и звук остальные пункты по той причине что как раз таки в области применимости моих рекомендаций камеры и звук они о них можно сказать относительно просто и без без излишеств вот если переходить на какой-то следующий уровень то там наверное об этом можно говорить долго и и со вкусом давайте перейдем сразу к первому пункту и поговорим о том о применимости когда подходит то о чем я буду сейчас говорить вот это вот небольшая студия на два квадратных метра который является частью вашей вашей какой-то другой комнаты это видеоконференц-связь это ведение вебинаров это скринкасты с записью на веб-камеру скринкасты могут быть и без записи на веб-камеру но если вы хотите еще веб-камеру подключить то вот это тот самый случай это простые видеоблоги это учебное информационное видео не студийных форматов цена цена решения которым я сегодня буду говорить примерно небольшие десятки тысяч рублей скажем так где-то в районе 15 20 25 тысяч вот но это все на на круг да не обязательно все рекомендации сразу принимать к сведению и употреблять то есть на самом деле это не так много потому что следующий шаг это мини-студия в отдельной комнате она потребует наверное уже вложений на порядок больших то есть начиная от сотни тысяч рублей и и и выше дальше уже без безгранично скажем так вот говоря о применимости я хотел бы отметить что это как раз та область которая больше больше всего интересует массовую категорию преподавателей те кто переходит на следующий уровень это уже наверное ну как минимум те кто попробовал более низкий уровень и те которым требуется некие особые некое особое качество чему не подходят мои рекомендации это профессиональный видеоблогинг забыл здесь дефис поставить прошу прощения это дорогое студийные учебные видео реализуемые как правило за не за ваш бюджет за бюджет вуза или даже государственный бюджет ну собственно это не важно да может быть и ваш бюджет но это редкость ну и и так далее везде где нужна безукоризненная картинка звук медиа и так далее все будут ничего но надо просто иметь ввиду что просто на том же уровне на котором вы можете делать обычные скринкасты и обычные обычные вебинары и так далее если вы просто вложите лишние 100 тысяч рублей и сделаете одну или там 200 тысяч рублей и сделаете себе хорошую студию вот то от этого ничего пока еще лучше не станет потому что вот эта область она подразумевает себе и улучшение всех остальных компонент вашего вашего продукта а именно хороший сценарий очень желательно хорошая дикция очень нужна харизма преподавательская ну или вообще харизму ведущего нужно безупречное методическое и медийные совершенства замысла то есть тут дальше надо подтягивать уже все компоненты вот и в этом собственно в этом собственно трудность до перехода от видео видео приемлемого приемлемого качества до учебного видео высокого и высшего качества вот вот когда все это есть тогда можно подумать и о красивой картинке и о том чтобы совершить следующий шаг и сделать уже имени студию более высокого более высокого класса если же у вас просто студия высокого класса но все остальное не подтянута то это студия только будет подчеркивать недостатки которые есть других компонентов так что глубоко задумайтесь над тем какое решение вам нужно созрели ли вы уже для решения более дорогого и более качественного или можете пока остаться на том уровне которые я предлагаю тем не менее тот уровень о котором я сегодня говорю это уровень вполне достойный и он гораздо выше того уровня который достигается если вы скажем так просто не будете задумываться о результате своего труда возьмете ближайший ноутбук свет сверху микрофон какой придется фона никакого и так далее да то есть это очень серьезный все таки шаг будет вперед ну и давайте тогда дальше по нашему списку идти итак камера вот как раз что касается камеры ничего очень сильно продвинутого я вам не предлагаю возьмите видеокамеру разрешением 1920 на 1080 или лучше можете взять камеру лучше она правда будет стоить несколько дороже вот вот то что я вам здесь привожу рисуночки это вот эта камера которая у меня была очень давно и я был ей очень доволен на самом деле единственный ей ее недостаток это то что когда начинаешь с ней работать в полноэкранном режиме то конечно разрешения не немножко не хватает а вот с этой камерой я работаю уже года два или три не помню вот это собственно та же самая линейка но с большим разрешением вот ее вполне хватает для для многих применений конечно если речь идет о некоторых ограничениях да то есть ограничения связаны с тем что вы все таки в основном находитесь в относительно неподвижном состоянии то есть не размахиваете сильно руками не перемещаетесь большой скоростью по кадру то же самое у вас не делают предметы которые находятся в кадре то есть вам не нужно включать камеру на какой-то повышенный режим скорости хотя вот эта вот камера например поддерживает режим 60 фрейма в секунду ну я ее в такой режим никогда не включаю далее ну речь идет о том что видимо она где-то закрепленная на вас смотрит и нет необходимости ее таскать вместе вместе с собой и делать репортажную съемку вот ну и последняя она в общем подсоединена компьютеру через кабель и соответственно ее там далеко от компьютера не унесешь вот она как как установлена так установлена вот то есть в тех ограничениях и в тит в той области рекомендации о которых я говорил это камера в общем то достаточно функционально и может выполнять свои условия выполнять свои функции вполне себе цена этой камеры в настоящее время 45 тысяч рублей примерно ну не то чтобы совсем дешево ну и достаточно все таки достаточно бюджетно да ну вот собственно характеристики этой камеры достаточное разрешение вполне хорошее качество доступная цена ну и очень важно микрофон на борту когда я говорю что микрофон есть прямо встроенный в камеру это не значит что я вам советую именно этот микрофон использовать но вы знаете иметь второй дублирующий микрофон в своей системе это всегда полезно по разным причинам да ну одна из причин о том что ваш боевой микрофон ну вот сейчас например у меня вот этот вот да им не всегда удобно пользоваться в быту да в быту лучше иметь какую-то камеру которая не привязана к вашей голове и вообще о которой можно вообще не думать она где-то есть и все микрофон который просто где-то есть и все вот и в этом смысле подходит вот этот микрофончик он вполне качественный в самой камере ну и наконец боевой микрофон может подвести самый неподходящий момент что то с ним может случиться кабель перетереться или просто он выйти из строя и тогда вот а вам срочно надо вести вебинар или участвовать в чем-то да или писать ролик в 12 ночи да не сходишь в dns и не купишь так что вот для этих целей как второй микрофон это очень даже полезно потому что есть очень много предложений камер без встроенного микрофона да но тогда надо где-то думать о том чтобы микрофончик где-то был и как еще одно устройство да и за ним следить постоянно вот перейдем к звуку я всегда применял применяю вам советую компьютерную гарнитуру у нее есть преимущества и есть недостатки лично я использую вот этот вот вот эту вот гарнитуру Sennheiser PC8 причем использую уже одна одна уже вышла у меня из строя я точно такую же купил я очень недоволен у этой гарнитуры направленный микрофон шумоподавление это хорошо потому что это нам позволяет не думать ну в некоторый в некоторых пределах конечно да если конечно прямо то вашим окном работает отбойный молоток и окно при этом открыто то в общем наверное это не совсем спасет на вот но в большом диапазоне домашних шумов это полностью решает проблему с тем чтобы шумов не было вовсе да ну направленный микрофон я надеюсь вы понимаете что это такое это означает что эффективно вот примерно в этом направлении звук поступает на микрофон а все остальное все остальное вот в этом углу большом шум давится в первом приближении на самом деле там есть диаграмма соответствующая чувствительности вот ну а шумоподавление это просто система которая понимает где шум а где сигнал и пытается шум подавить прямо прямо в самом устройстве а дальше этот эта гарнитура имеет юсби я имею ввиду юсби это способ передачи звука в ваш компьютер вот и это здорово для нас здорово а с точки зрения такой большой что ли звукорежиссура это конечно не здорово совсем потому что аналог цифровой преобразователь он стоит вот здесь прямо где-то внутри микрофона он маленький и оцифровка происходит сразу вот а дальше сигнал уже идет в цифре это говорит о том что если вот здесь вот нигде шумов не появилось то дальше они уже не появятся в отличие от аудио шнурка где шумы могут появиться в любом месте практически и перегиб какой-то и особенно в местах разъемов обычно появляются шумы фоновые шумы неприятные от которых потом практически невозможно избавиться при обработке этого звука а вот опять же конечно с точки зрения высокой звукорежиссуры это все не так потому что вот этот а цп не может быть очень качественным он маленький он ну в общем но желательно звук вести к хорошей плате которые это все будет делать гораздо более качественно оцифровку да но это все требует гораздо больше внимания тогда хорошее слежение за кабелями за кабельным хозяйством держание разъемов всегда в очень хорошем состоянии а вот и так далее и так далее тогда да тогда можно этим пренебречь а так в принципе интерфейс usb это то что надо чтобы шумов не было для для наших целей ум чем еще хорошо хороша гарнитура так это разделением звуковых каналов то что ваш звук который идет на компьютер он поступает сюда и микрофон он снова не поступает вот при этом никаких паразитных явлений возникать не будет типа возбуждение там и так далее ну и просто этот микрофон достаточно хорош для того чтобы заниматься той областью о которой я говорил разумеется это не единственный вариант я просто привожу те устройства которыми я пользуюсь а вы можете подобрать примерно такие же исходя из вот этого набора набора требования которые я написал какие еще возможные варианты микрофон петличка чем он хорош но он хорош прежде всего тем что не портит картинку да то есть многие говорят что вот это вот все это картинку портит да то есть человек становится не человеком а таким вот оператором как бы да вот где вы видели там в телевидении разве дикторы ходят с таким а вот петличка не портит ни прическу ни внешний вид ни картинку да но с ней есть несколько неприятностей во первых хорошая она дорогу дорого строить достаточно да вот что касается предыдущего решения я вот сейчас не помню цен по моему где-то в районе трех четырех тысяч стоит такая гарнитура у петлички больше проблем с окружающими шумами потому что она располагается дальше где-то вот здесь да или здесь может и где-то ниже располагаться вот трудно обеспечить чтобы ее основная область которая основная часть ее диаграммы направленности чувствительности направлялась именно на на вас на на источник звука то есть она требует большей аккуратности при использовании а это значит в тот момент что значит больше аккуратности да это ведь означает то что вы как автор автор вебинара в момент введения вебинара или в момент записи ролика вы ведь себя чувствуете как творец да то есть вы в данный момент есть основной источник того продукта который будет и вам в этот момент совсем не хочется думать о том что вот это я сделал это сделал это тоже сделал здесь посмотрел и так далее это очень сильно отвлекает поэтому нам желательные решения которые минимально занимают ваше время на какие-то промежуточные шаги технические шаги которые обычно необходимо сделать при нормальном студийном варианте записи вот вот так что петличка это решение но будьте готовы к тому что вам придется некоторое время на настройку звука потратить я например вот на настройку этого звука не трачу время я просто знаю что я выбрал нужный микрофон в настройках например вебинарной системы или системы записи и все дальше все будет более менее хорошо если я конечно не забыл микрофон направить к своему рту что тоже бывает иногда микрофон забываешь просто оставляешь на голове вот ну и последний вариант это собственно нормальность стационарный микрофон который будет стоять у вас на столе или что лучше будет крепиться через какую-то стойку вот крепление мы с вами еще поговорим да ну да все хорошо только вот да за ним надо следить и тогда приготовьтесь быть немножко звука оператора вот скажем так вот то есть любое любое дальнейшее увеличение качества она требует уже вашего внимания вот если вы к этому готовы и созрели ради бога это как бы хорошо значит поступайте именно так свет ну свет это между прочим то что может сразу добавить добавить качество к вашему к вашему конечному продукту потому что не задумываясь о свете вы как правило сильно ухудшаете свою картинку картинку ну во первых начнем с такой не интуитивно не всем понятные вещи но понятные для оптиков вещи о том что тусклый свет ухудшает разрешение то есть так устроен наш глаз так устроена вообще оптика что при тусклом свете разрешение картинки падает вот сколько бы там пикселей не было в вашей камере на самом деле вот ну и давайте поговорим о свете сначала я вам очень рекомендую посмотреть вот этот ролик чтобы получить рекомендации от профессионала как вообще создается профессиональный свет мы потом конечно от большинства из этих светов отказываемся но давайте все таки посмотрим какие света в студии применяются во первых это да ну вот ваша камера стоит вот здесь если что как-нибудь так ее отметим это 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 видеокамера ваша и так вот это вот это вы соответственно основными видами света является рисующий и заполняющий заполняющий свет ну в самых простых условиях заполняющего света или рисующего света вполне достаточно заполняющий свет это просто тот свет который создают создает основной световой поток который создает от модели отраженный свет позволяющий его в камере запечатлеть рисующий свет это Имеет некую особенность. Он, как правило, падает под углом и он создает рельеф. Что значит рельеф? Заполняющий свет может просто настолько хорошо вас заполнить, что у вас не останется никаких теней внутри, мелких теней внутри вашего лица, скажем так. И от этого лицо будет казаться плоским. Ну и вся остальная фигура тоже. А вот рисующий свет позволяет как-то сделать какие-то микротени, так как он падает под углом. И тогда человек выглядит как человек, а не как плоская картинка. Далее. Вот такой вот хороший свет, как контровой, он нужен в том случае, если вам надо резко отделить себя от фона. Впрочем, это зависит от фона. Если вот фон, как у меня, черный, то его, в общем-то, и не надо, потому что контраст с фоном и так хороший. А если фон у вас какой-то более светлый, то, возможно, это как раз надо сделать. Ну и в пару с контровым светом идет фоновый свет, вот этот вот, который освещает фон. Если фон у вас рельефный, если фон у вас светлый и надо показать его фактуру этого фона, в этом случае применяется фоновый свет, который просто светит на сам фон. Он не на вас светит, да, а светит на фон, который за вами находится. Да, контровой свет, если вы видите, он светит вам, ну, условно говоря, в затылок. Может под каким-то углом, может прямо в затылок светить, снизу как-то вот так. Ну и, наконец, модулирующие света, это те, которые служат для создания каких-то специальных эффектов, дополнительных, дополнительного освещения там каких-то небольших деталей или они могут быть узконаправленными и так далее. Ну, давайте их рассматривать не будем, это уже, так сказать, более высокое искусство. Ролик, тем не менее, посмотрите, очень качественный, хороший, он дает представление о том, как это делается в хорошей студии. Что применял я? В свое время применял светодиодную панель как простое решение для заполняющего света. Почему это простое решение для заполняющего света, а почему нельзя просто там лампу на себя направить? Да, ну, в принципе, можно. Дело в том, что желательно вам иметь источник света притяженный. Вот световая панель, это как бы предельный случай протяженного источника, это 60 на 60 сантиметров, 40 ватт, 3600 люминов. Это почему протяженный источник? Да, цветовой источник очень, очень неприятные жесткие тени, особенно если у вас там не черный фон, как у меня, да, а какой-то другой фон, то просто будет ваш двойник за вами, и это будет очень жесткая тень с острыми краями. Вот, поэтому мы применяем, всюду применяем протяженные источники, чтобы этого не было. Ну, у этой панели возможен пересвет, все-таки очень ярко она светит. На самом деле, можно взять, конечно, панели и поменьше, можно ее задернуть там чуть ли не простыней, вот, все равно будет достаточно. Изображение лица все-таки получается достаточно плоское, потому что вы светите, ставите ее перед собой, как правило, трудно ее разместить сбоку, она занимает очень много места, обычно на стену. Ну, и крепить ее тоже не очень удобно, потому что, вообще говоря, она предназначена не для, это не специфическое оборудование для какой-нибудь мини-студии, да, а ее просто вешают на потолок или на пол, обычно для бытовых целей, да, поэтому специального крепления у нее нет и не за что ее зацепить. Вот, что я применяю сейчас. Сейчас я применяю кольцевые лампы, две, справа и слева. Вот те лампы, которые использую я, они достаточно большого размера, 32 сантиметра диаметр, тысяча люминов каждая лампа. Про люмины мы с вами еще поговорим, да, почему нам надо всегда понимать, что есть люмины, и именно люмины это и есть свет, да, а ваты электрические, они нас не устраивают. Это не та привязка, которая нужна, чтобы понять, какой у нас свет будет. Не дают резких теней, дают и рисующий свет, и заполняющий одновременно, есть регулировка яркости, есть регулировка цветовой температуры, есть пульт. Вот у меня сейчас пульт передо мной, например, да, и я могу там, например, увеличить или уменьшить. Сейчас, минутку. Так, где у меня? Так, вот я сейчас все выключил, включил и... Вот я сейчас уменьшаю. Ну, дело в том, что камера у меня подстраивается, вот смотрите, я потихонечку уменьшаю яркость моих ламп, а теперь, может быть, так даже и получше, да. Ну, мне постоянно приходится решать вопрос с белым цветом моих волос, поэтому вот иногда там пересвет бывает, да, может быть, вот так даже лучше. Ну, камера, она шибко умная, она пытается каждый раз подстроиться под новую яркость, вот. Ну, так мне не нравится, потому что становится уже видна фактура моего фона, а мне больше нравится, когда фон как бы отсутствует полностью. Вот, недостатки, которые я вижу, это пульт без разделения каналов, то есть у каждой лампы есть свой пульт, но, к сожалению, он сказывается на обе лампы одновременно, и я не могу точно подстроить каждую из ламп. Тогда мне приходится каждый из ламп лезть уже не пультом, а руками и подстраивать их руками. Это мне не так нравится. Ну, давайте общие соображения, да, про свет еще. Нам надо избегать бликов, блики дают не очень приятные, плохо сказываются на качестве. Ну, вот, к счастью, при моем расположении, когда лампа у меня наверху и сбоку, блики мне получить не так просто, как раньше было, да. Ну, вот, сейчас я попытаюсь показать блики в очках, да, вот где-то, даже не так просто их получить, да, вот, ну, вот где-то вот так вот, да, и они достаточно умеренные. Вот, раньше я постоянно получал блики от своего освещения, и это было совсем неприятно. Вот, видно, да? Ну, хорошо. Вот, ну, по крайней мере, вот так я, вот так вот этот блик, это на самом деле блик не от лампы, а от монитора. Вот, ну, он гораздо менее неприятный, чем словить блик от лампы. Вот, дальше. Мы в быту, как северная страна, да, это, кстати, характеристика северных стран, любить в быту применять теплый свет. Вот, вот, в теплых странах, как правило, любят холодный свет, белый. Вот, так вот, для съемки нам нужен холодный свет, то есть свет с световой температурой около 5000 градусов. Вот, почему? Потому что он объективный. Вот, холодный свет для съемки, для объективности, а теплый свет для души, для мягкости изображения и так далее. Если вы поставите свои лампы в режим теплого света, то ничего страшного не получится, просто цвета будут немного не те, да? То есть это будет не совсем естественный цвет, будет создавать ощущение вечера или какого-то такого. Ну, то есть это будет не столько объективно, сколько вы внесете в этот свет свой собственный месседж, да, о какой-то теплоте, о чем-то таком. Если это вам надо, ну, ради бога. Если ваша задача все-таки объективно себя показать, то лучше используйте белый свет. Световой поток, да, ну, что такое вообще световой поток с точки зрения оптики? Это световой поток, это общая световая энергия, которая от лампы исходит. Так вот, когда покупаете лампы, бытовые или лампы для освещения, вот, те, о которых я говорил, для мини-студии, смотрите на люмины, а не на ваты. Ваты – это сколько электричества тратится, да, вам, в общем, на это наплевать. Люмины – это ваш конечный продукт, что вы получаете. Впрочем, вам на самом деле, чтобы осветить вас, не так уж много люминов надо. Вот, у меня две лампы по тысячу люминов, они работают не на полную мощность, и этого вполне хватает. Естественный свет. Естественный свет – это классно, когда он хороший, когда у нас яркий солнечный свет, и вдруг нашли облачка такие вот, да, вот это самый хороший свет, который только можно придумать. Но он ненадежный, понимаете? Во-первых, вам надо к этому свету всегда располагаться так, как вы окно не можете переставить там на 10 градусов правее, чуть выше сделать и так далее. Вот оно где есть, там и есть. Дальше он ненадежный. Вы начали вебинар при облачках, и вдруг яркое солнце вылезло, осветило вашу левую щеку там, например, да, и у вас кроме этой левой щеки ничего нет. Поэтому естественный свет убираем, как бы он хорош не был. Да, ну я уж не говорю о том, что и вечером надо работать тоже. Как бы он не хорош, его полностью убираем, ставим жалюзи, шторы и так далее. И дальше все делаем тем светом, который мы сделали как надо. Общий верхний свет тоже убираем или глушим, ну то есть оставляем небольшое его количество, потому что он может быть достаточно ярким, он может быть достаточно заполняющим, то есть хорошо заполнять помещение, но он не с той стороны на нас светит. Он светит со стороны головы, освещает нашу шевелюру, да, и это не совсем то, что нам хотелось бы. Вот. Ну, правда, если у вас в комнате относительно светлые обои, это немножко нивелируется, да, но все равно этот эффект оставляется. Остается и лучше его либо совсем выключить, либо оставить вот буквально там чуть-чуть. Все должно решаться вашим светом, который вы управляете в данный момент. Вот пульт в руках и все сами смогли сделать. Ну и общие характеристики, совсем-совсем общие характеристики, да. Итак, мы потребляем люмины, а не ваты. Чтобы просто иметь представление, 1200 люминов, это примерно по свету, это как старая наша лампа накаливания, 100-ваттная. Вот. Ну, на самом деле там немножко сложнее, потому что 100 ватт по-разному светило в разных странах. Там, например, в Штатах 100-ваттная лампа давала примерно 1400 люминов, у нас примерно 1150 люминов. Вот. Это от многих характеристик было, зависело электросети. Вот. Ну, вот будем считать примерно, что 1200 люминов, это вот как, если кто-то помнит еще на глаз, да, то это примерно как старая 100-ваттная лампа. И впредь давайте использовать люмины. Дальше. Цветовая температура. Как правило, применяется вот где-то температуры от 2900. Это теплый свет до 6000 кельвинов. Это такой уже синеватый свет, да, белосиневатый. Что такое цветовая температура? По сути дела, это спектр, да. То есть, вот у нашего Солнца цветовая температура вот около 5000 кельвинов. И, ну, надо иметь в виду еще, что, да, Солнце само по себе, это один вопрос, да, а Солнце после того, как его свет прошел в нашу атмосферу, это немножко другой вопрос, да. Немножко другой спектр, да. Но, тем не менее, это отнюдь там, да, не 3000 кельвинов, это гораздо выше. Яркий белый свет, это вот где-то в районе 5000 кельвинов, 5000-6000 кельвинов. Вот. Поэтому, если мы хотим получить нормальное освещение, не нормальное, нормальное может быть разным, да, при разной температуре, а освещение объективное, которое не несет никакой дополнительного имиджа, никакого месседжа дополнительного, то это будет освещение холодным цветом. Пульсация. Но об этом не будем говорить. Практически сейчас этот вопрос полностью решен. Дело в том, что иногда та пульсация, которая есть у нас, у нас же переменный ток применяется, да, несмотря на те выпрямители, которые применяются в любых лампах, иногда иногда проходят, эта пульсация проходит в световой канал и начинает как-то неприятно мерцать. Ну, во-первых, с этим почти все уже, кроме самых-самых дешевых ламп, справились. Вот. Так что можно, в общем, на это внимание не обращать, но, однако, там посматривайте. На характеристики, когда лампы покупаете. Вот. Дальше. Угол рассеяния. То есть угол, под которым лампы светят. Как правило, он должен быть большой. Если только вы не ставите целью направленный свет для моделирующего света, да, какой-нибудь узкий луч, который будет освещать у вас, например, на темном столе какое-нибудь яблоко, например, да. Совсем другой вопрос. А так, в принципе, нам нужен большой угол рассеяния для того, чтобы сделать свет максимально однородным по всему полю вашей картинки. Ну и, наконец, вот самая такая характеристика, которая хуже всего поддается. Понимаю, но попробую все-таки вам ее объяснить. Это цветопередача. Дело в том, что цвет может смотреться как идеально белый, но при этом совершенно не давать нормальную цветопередачу. Ну, пример, вот такой извращенный пример. Это три лазерных луча, три монохроматических лазерных луча, зеленый, красный и синий, смешанные в определенной пропорции, дают идеально белый цвет. То есть это идеально белый цвет источника, да, но неотраженный цвет не будет идеальным, потому что у каждого предмета есть свой непрерывный спектр отражения. И вылавливание из него трех точек, там, синий, красный из этого спектра и зеленый не передают того, что происходит, когда от этого предмета, от того же яблока, отражается солнечный свет, который имеет непрерывный спектр. А вот этот вот, что такое 80%, что такое РА, не буду говорить, да, просто чем больше оно, чем ближе к сотне, тем лучше. Как правило, нашим ГОСТом установлено, как и ГОСТами многих стран, установлено, что РА должно быть больше 80. Обычно так и пишут, не пишут конкретного РА, вот, а это хорошо, да, потому что чем он больше, тем естественный отраженный цвет, тем лучше будет выглядеть ваша кожа, например, да, цвет вашей одежды и прочее. Есть в этом смысле, да, это не так просто получить, потому что приблизиться светодиодному источнику к Солнцу, для этого надо принять определенные меры, какую-то часть спектра обрубить, какую-то искусственно поднять, там, и так далее. Не так это просто. Однако, такие предложения есть, правда, я не смотрел по лампам кольцевым, по бытовым лампам есть такие предложения, это называется Sunlight, когда РА больше 90 и дальше даже более 95, то это считается особенно качественными лампочками, и вот они лучше всего передают. Если есть возможность сделать РА побольше, ну делайте. Если просто больше 80, ну в принципе нормально тоже. По поводу фона сейчас скажу, Ольга. Вот мы как раз дошли до фона, вот, и тут есть несколько решений, давайте их рассмотрим. Ну, я начну с моего любимого, а нет, не с моего любимого, с хромакея. Хромакей это зеленый фон, зеленый и иногда синий фон, который потом позволяет себя вырезать и вставить на любой художественный фон. Вот, это стандартная операция любого видеоредактора, который позволяет вам себя любимого вырезать и куда угодно вставить потом. На фон движущийся, недвижущийся, какой угодно. Вот. Хорошая, хорошая штука, правда, вот есть тоже ограничения, ну, например, мне там трудно на таком фоне находиться, потому что, опять же, из-за цвета моих волос вырезание фигуры не происходит очень хорошо, происходит с таким зеленым нимбом, и это не очень приятно. А вот, что еще? Есть подозрение, что, похоже, очень скоро искусственный интеллект научится это делать, выделять фигуру и вставлять на любой фон без всякого хромакея. Это и сейчас делают там скайпы и какие-то другие системы, ну, не очень пока качественно, да, ну, по крайней мере, для бытового уровня вполне качество подходит, да, а вот для какого-нибудь там качественного продукта, наверное, этого недостаточно. Вот, поэтому это первый, первый вариант. Второй вариант, который я люблю больше всего, это черный фон. Покупаете черную штору, вешаете сзади себя и вот будет вам, будет вам черный фон, который я, например, очень люблю. в чем... в чем... по-разному можно, Александр, можно по-разному. Я вот... это просто такой самый бюджетный вариант, ну, приятно же просто надеть на кресло, да, и не заморачиваться никак, вот, а потом снять и поставить в угол. Вот. Почему я люблю черный фон? из-за эффекта отсутствия фона. Если черный фон хорошо освещать, там, вот, давайте я попробую все-таки высветить побольше. У меня тут где-то неприятная складка есть, я вот в этот раз не проследил. Обычно его все-таки можно свести вообще практически к нулю этот фон. А, ну да, я сегодня, прошу прощения, я сегодня одел красную футболку, а не белую. Вот если бы я надел белую футболку, то черный фон вообще бы был не виден. Вот. Но правда белая футболка, она совсем в белую уходит, тут есть некоторые неприятности, да. Я ужасно люблю этот вариант, когда темный фон не виден вообще, и он создает ощущение пространства за собой. То есть, ну как бы, за мной космос, да, вот, и, то есть, есть только спикер, да, ну может быть, кусочек кресла и увидим, да, а сзади него нет ничего. Вот есть только спикер в том смысле, смотрите на него, не надо смотреть куда-то туда и смотреть, ох, какой красивый фон там, какой у него там. ну то есть, эстетическая, скажем так, нулевая эстетика. Нулевая не в том смысле, что она плохая, да, а что в этом смысле никакой эстетики вообще сзади нет. Вот, обращайте внимание только на спикера. Мне этот эффект нравится, профессионалам в видео он нравится не всегда, но в интересных хороших видеоблогах, а также в качественных документальных фильмах, таких как фильм, например, документальный фильм Human, Человек, этот эффект применен, он мне очень нравится. Да, ну и в общем он стоит недорого, просто вот берете черный, черную гардину или просто покупаете черный материал, сшиваете сколько надо и за собой ставите. Как ставить, я дальше потом покажу, есть разный вариант. Всегда есть вариант купить вот такие вот стойки. Ну здесь вот эта часть, которая идет вниз, нас вообще как бы не интересует. Это для съемок во весь рост применяется. А в нашем случае съемки во весь рост практически никогда не практикуются. Вот, то есть достаточно вот такого вот по сути дела куска, который за вами будет висеть. Вот. Ну, кстати, это может быть и не только не только материя, но и специальная черная бумага, но это уже тонкости. Вот. Дальше. Цветной или серый фон. Вот, вот видите, его тоже можно купить в таком же самом виде. Вот. Он уже имеет фактуру какую-то, он будет виден обязательно сзади вас. И как только вы его повесите, вам сразу тут же захочется, да, тут вы получаете дополнительную эстетику, которую я описал как комфорт от фактуры фона. То есть создается уже совсем другая картинка. Картинка не человек, висящий в пространстве, да, не спикер и все, да, а комната. Человек, который находится в каком-то интерьере, пусть даже вот состоящем из одного только фона. А вам тут же захочется вот фоновый и контровой свет, да, ну, потому что на этом фоне вы вдруг окажется, что вы не так контраста смотрите, да, смотритесь и вам захочется себя подчеркнуть, ну, и чтобы подчеркнуть фактуру фона, вам, да, ведь когда свет направлен только на вас, то на фон он попадает как бы случайно, да, то есть это его специально не освещаете, он попадает вот только постольку, поскольку какие-то лучи попали мимо вас, условно говоря, поэтому вам захочется его отдельно подсветить, вот, и это потребует уже больше места, да, то есть, ну, потому что где-то за мной надо тогда поставить еще две лампы, как-то направить их, они требуют еще как минимум метра глубины, вот, и мы тогда выпьемся из наших двух квадратных метров, о которых я обещал, вот, более громоздкое решение, но для тех, кто любит вот именно комфорт, такой вот, да, домашнюю обстановку, почему бы нет, это решение вполне доступно, разные цвета, разные полотна доступны, полотна доступны в продаже, вплоть до того, что можно попробовать какой-то более сложный фон, не обязательно одноцветный, ну, наконец, естественный фон, нет, ну, да, в том числе, чтобы не было теней, и чтобы вообще было освещение, если это какой-то светлый фон, да, его же требуется, все, что присутствует в кадре, требует освещения, и если вы не контролируете это освещение, да, так, давайте, я себя все-таки уберу немножко, вот, пусть будет видно, так, камера схватилась, сегодня она как-то схватилась немножко, беда у меня, конечно, с моей, с цветом моих волос, да, да, это, кстати, один из недостатков той видеокамеры, она шибкоумная, да, то есть вместо того, чтобы ее можно было отрегулировать, она баланс белого сама выбирает в автоматическом режиме, и, соответственно, что-то может пересветить достаточно серьезно, если она посчитает, что это важно, вот, итак, естественный фон, ну, в принципе, мы все видели, да, что в качественных, у качественных видеоблогеров всегда присутствует какой-то естественный, хороший фон, зелененькое растение перед ними, как правило, там, сзади какой-то набор книжек, или включенная, якобы включенная, но не очень сильно бьющая по глазам лампа, разные могут быть варианты, имейте в виду, что это профессиональное решение, на самом деле, если вы просто решили, что вот то, что за вами, ну, ну, она вроде бы так неплохо смотрится, какая-то книжная полка и так далее, то прикиньте, чего вам стоит будет поддерживать этот фон в нормальном состоянии. Во-первых, ну, либо фон, либо те книги, которые за вами, это книги и предметы, либо это антураж вашего фона, и это противоречит друг другу. Вы можете эту книгу куда-то взять, унести, там некрасивая дырка образуется, либо принесете еще книгу, положите ее некрасиво, потому что она не помещается, там пыль образуется, предмет пришел, ушел, кто-то вставил за стекло квитанцию и так далее, и все, и нет вашего красивого фона. Дальше, если это фон, опять же, ему нужно освещение, да, и тогда что? Тогда оставить верхний свет, тогда проблемы, о которых я говорил. Поддержание идеального порядка и гармоничности предметов, это достаточно сложная, сложная задача. Решение какое? Ну, либо вы о всем этом думаете, причем постоянно, да, то есть, вот сегодня вебинар, с утра я подумал и привел это все в порядок, либо проще отгородиться, чем вот тем фоном, одним из тех фонов, о которых я говорил, и уже об этом фоне не думать, пусть там будет то, что есть. Одежда, да, я предпочитаю всегда контраст и медийность, чем строгость. Вот, вот я сегодня специально надел такую же красную футболку, как красная одежда у красное платье, вот, на той иллюстрации, которую я привел, у меня, правда, не синий фон, не так эффектно все, да, но этот синий фон, это очень профессиональное решение такое, видите, он пятнистый, он хорошо освещен, это особый разговор, да, вот, тем не менее, контраст, это всегда хорошо, контраст заставляет нас, то есть наоборот, контрастная картинка не заставляет нас думать, а что же там вообще, да, то есть очень неконтрастный, неконтрастный спикер, да, это плохо, потому что мы всегда всматриваемся и думаем, это вообще вот, что там на этом отображении, так, прошу прощения, вот, контраст, это всегда хорошо, это, конечно, решение в лоб, да, потому что в высоком кинематографе там могут быть и неконтрастные решения какие-то, и они выполняют какую-то свою функцию, но в нашем деле, главное, хорошо показать спикера, и чтобы люди не задумывались о том, что, то есть, чтобы они задумывались о том, что спикер говорит, а не задумывались о том, как его разглядеть, поэтому контраст, это вот, очень хорошо, старайтесь надеть что-то однотонное и контрастное с вашим фоном, лучше исключить мелкую клетку и полоску, потому что она может создавать муар, а муар, напомню, это явление, которое возникает при совмещении двух растров, один растр у вас всегда существует в вашей видеокамере, это набор пикселей, это матрица, матрица дискретная, она имеет какое-то количество строк и столбцов, а вторая сетка может быть на вас, если вы наденете такую вот одежду, которая содержит мелкую клеточку, и может создаться при совмещении такие какие-то красивые картинки, которые вы часто можете наблюдать, когда тюль наезжает на другую, одна тюлина на другую тюлину, или когда вы сквозь тюль рассматриваете источник света, горящий где-то фонарь. Вот. Но вполне можно крупные рисунки какие-то, логотипы, надписи крупные, это вполне допустимо, если они занимают какое-то приличное место от кадра, каждая буковка, то это вполне можно. Если буквы не читаемые, то и смысла нет. Такую одежду. Как все это крепить? Ну, в том числе фоны там и так далее. Начну по порядку. Начну с того предмета, который на самом деле не вошел в наше рассмотрение, это монитор, но который, как правило, определяет наше рабочее место, потому что он большой. Но когда он маленький, это не так страшно, да, но если мы работаем с видео, нам, скорее всего, понадобится монитор, ну, желательно от 27 дюймов где-то, либо два монитора, но это совсем другой вопрос. И очень хорошо, когда монитор можно не на стол ставить, иначе он на столе занимает 2 трети всего места, и все остальное уже вокруг него надо как-то делать. Либо к нему крепить, что тоже не очень здорово. Поэтому монитор желательно прикрепить к стене. К стене его можно прикрепить через вот такое вот достаточно качественное крепление, имеющее газлифт. Газлифт – это означает, что его можно зафиксировать на любом уровне, и он не будет сползать вниз, а будет держать то расположение, которое есть. Желательно иметь максимальное число степеней свободы. Вот я для себя купил вот этот вот Unitec FMG 200. Это не дешевое решение. Обошлось мне, даже включая большую скидку на Wildberries, более 6 тысяч рублей. Но я очень доволен этим решением, потому что монитор у меня теперь совсем не мешает. Он у меня находится на периферии стола, и весь стол у меня свободен для всего остального. Надо обращать внимание на стандарт крепления. Я имею в виду вот этот вот стандарт при покупке. Вот это вот. Видите, вот эти вот крепления. Их тут много разных, потому что здесь поддерживается мультистандартность. Дело в том, что мониторы и телевизоры на своей обратной стороне имеют возможность крепления к подобным... крепежным... как бы это назвать, да? К подобным газлифтам и пантографом и прочим, да? Ну, здесь нет, нет, здесь не пантограф, да? Просто назову его крепление к стене. Забыл. Забыл слово. Вот. Так вот, есть много разных... Обязательно свой монитор поверните. Если вы не имеете в виду сменить монитор, да, поверните и измерьте, какой у вас стандарт. Стандарт. Бывает стандарт 20 на 20 сантиметров, 10 на 10 сантиметров, 10 на 20 и, по-моему, даже 15 на 15 существует. Вот. И обратите внимание, чтобы тот... тот инструмент для крепления, который вы используете, на нем было бы соответствующие... соответствующие дырки, да? Вот у меня, например, очень нестандартное крепление такое, 10 на 20, вот такое вот. Ну, к счастью, поддерживается. Дальше. Лампы, камера, микрофон и так далее. Во-первых, к чему мы их будем крепить? Можем крепить к столу, ну, как-то многовато получается, да? Да, к столу, причем лучше к задней его поверхности, потому что, если это будет спереди, то как-то это монитор будет закрывать, особенно камера. Вот. И все равно как-то получается не очень удобно, потому что весь стол у вас будет в креплениях, да? Да, в данном случае я вам советую пантограф со струбциной. Это более простенькое решение с тремя степенями свободы. Вот так, да. Ну, вот такое я применяю. Вот все вот эти, то, что внизу приведены, их можно просто гуглить и смотреть на тех площадках, где вы их нашли, где удобно их приобрести. Решение достаточно дешевое, где-то 1-2 тысячи рублей, ну, ближе к двум лучше, да? Во-первых, тут есть струбцина. Это очень удобное крепление и практически очень надежное. Далее. Первая степень свобода, которая раздвигает этот пантограф. Вторая – это поворот вот здесь. И третья – это поворот конечный вот здесь вот. Здесь надо обращать внимание на то, чтобы здесь был… Ну, собственно, этих переходников всегда можно купить много, чтобы был стандартный винт на вашу камеру или на ваш свет, на микрофон и так далее. Вот. Ну, естественным решением будет завести специальную полку над вами и уже к ней струбцина это все прикрепить. Вот я сделал именно так и чуть попозже я вам расскажу. Ну, еще один вариант – это, во-первых, крепление клипса. Вот такое вот. И гибкое крепление в виде такого вот, видите, не знаю, как это сказать, подвода, который можно в любом, как щупальца можно установить в любом виде. Он, конечно, не выдержит там полтора килограмма, но нам полтора килограмма и не надо, да. Наши лампы и наша камера весят гораздо меньше. Вот. Больше степеней свободы, вообще все степени свободы, бесконечное число. Как известно, у щупальца бесконечное число степеней свободы, потому что оно может согнуться в любом месте. А если к столу невозможно, крайне позволяет и полки нет рядом, повесьте полку. Но есть окно, как можно закрепить. Вообще, как бы, вы знаете, есть люди ведь приспосабливаются всегда под свои условия, да. Если нет возможности чего-то делать, то надо включать фантазию и думать, может быть, можно сделать не полку, а просто какой-то специальный карнизик, да, для того, чтобы вот только струбцинка зацепилась, и все. Вот. Если окно, ну, опять же, не надо у окна сидеть. Окно дает естественный цвет, и от него очень трудно уйти. Да, то есть, ну, разве что за зашторенным окном, ну, тогда оно нам вряд ли поможет с точки зрения крепления. Но это те мысли, которые мне сейчас в голову приходят. На самом деле, надо подумать просто, вот, как это сделать. А, в общем, такое крепление, оно менее надежно, но иногда вот вполне себе, может, имеет право на жизнь. Вот. Ну, тут два решения, да, с одной стороны клипса, а с другой стороны, вот это гибко, это разные решения, потому, там, гибкий подвод, он может быть и со струбциной, да, вот, а клипса, в принципе, может быть и с пантографом. Вот, ну, смотрите, тут я... Клипсы, конечно, менее надежны, чем... Я все-таки советую струбцину всегда применять. Вот. А вот гибкий подвод, ну, он мне, в принципе, нравится, если он качественно сделан, потому что часто мы видим очень некачественно выполненный гибкий подвод, и тогда плохо. Да у меня тоже небольшая комната. Да, ну и еще, конечно, вот я сейчас смотрю на свои пантографы, они, конечно, позволяют гораздо дальше вынести то, что надо, нежели гибкий подвод. Все-таки гибкий подвод на метр, то, наверное, не сработает. Он где-то в районе полуметра хорошо работает. Вот. Ну и последнее, что я хотел показать, это общая компоновка. Могу показать только на своем собственном примере, поэтому просто приведу несколько фотографий, в том числе я отвечу на вопрос о том, как крепить фон там и так далее. Вот, смотрите, как это сделал я. Во-первых, вот как это у меня выглядит. Вот две мои лампы, которые бьют с разных сторон. Вот мое рабочее место. Значит, вот камера, которая вынесена близко ко мне. Я ее могу двигать вот так вот, так как-то. Но не буду, потому что может появиться те элементы, которые не нужны. Вот гибкий подвод, который пока не выполняет никакой функции. Теоретически на нем можно крепить микрофон или еще чего-то. монитор, который, видите, не стоит на столе, а прикреплен к стене. И на столе можно поставить все, что вам дополнительно необходимо. Да, от цветовой панели я отказался, ну, потому что захотелось чего-то... захотелось рисующего света. Вот почему, скажем так. Вот это в более приближенном виде, как это выглядит. Вот они, эти пантографы со струбцинами. Да. И вот тоже пантограф со струбциной. Это гибкий подвод. Вот этот вот. Это все стоит совсем дешево, да? Да. Те лампы, о которых я говорил, они на самом деле, я их освободил, а тут были держалки для телефонов. Они мне в данном в данном случае не нужны. И у них еще были собственные стойки. Их я тоже сложил до лучших времен. Вот. Ну и еще. Значит, вот такое крепление у меня для фона. Как вы понимаете, здесь можно разный фон повесить. Ну, как минимум два разных, да? Это просто сверху крепление для для отодвигающейся шторы. Вот. Двойное, можно тройное поставить, если необходимо. Вот. Идет через всю комнату, но более половины комнаты. В принципе, не занимает место. Штору можно отодвинуть в угол, если необходимо. А если надо, я ее выдвигаю вот сюда. Вот сейчас она в выдвинутом состоянии. Соответственно, это выдвинуто вот сюда. И вот занимает вот это вот место. Ну, и вот крепление монитора. Вот оно такое, вот этот газлифт, который я, от которого я получаю большое удовольствие, потому что он позволяет мне монитор поставить так, как надо, без всякого занятия стола под себя. Раньше монитор занимало мне две трети всего места. Ну, вот, наверное, и все. Вот. Еще раз хочу сказать, что это решение... Никто вас не заставляет ограничиться двумя квадратными метрами, да. Если у вас четыре, то решения могут быть совсем другими. Вот. Если у вас вся комната, то решение может быть еще совсем другое, совсем другое, да. Все зависит от того, как вы себя ограничиваете в деньгах и в желании сделать получше. Ну, у меня на сегодня все. Напоминаю, что вот мой курс, о котором я говорил. Если вам интересно, приходите. Надеюсь, что... Надеюсь, что для некоторой категории преподавателей, которые либо только входят в... Только захотелось сделать картинку получше, да. Либо уже что-то делали, но у них есть какие-то... Хотят новых идей, я вот какой-то... Некий набор этих идей подкинул. Вот, собственно, все. Да, я теперь возвращаюсь в режим модератора и напоминаю, что через некоторое время после окончания вебинара вы сможете приобрести сертификаты, если они вам нужны. Вот на этом... Вот по этому адресу. Просто найдите себя поисковой строкой, себя или свою почту электронную. Нажмите на кнопочку оплатить, появится Юкасса, оплатите, и через несколько минут можно скачать сертификат. Вам спасибо, что были. Да, я еще раз хочу попросить прощения у профессионалов, которым, может быть, мое изложение было... могло показаться непрофессиональным, да, но мы с вами профессионалы в другой области, вот, и я именно из этой области, из области практикующего преподавателя онлайн и этот вебинар и создал. Александр, спасибо. Хотя, я думаю, что ваши компетенции вполне позволяют на такие вебинары уже не ходить. Вот, я помню ваши работы, они были вполне хорошими и замечательными. Вот, ну, вот, вот такие у меня, на, 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 на сей день у меня такие рекомендации были для вас. Спасибо всем, кто пришел, рад видеть тех, кто пришел ко мне не первый раз и чьи имена я замечаю, разумеется. Вот, приходите в Директ Академию, мы стараемся сделать для вас интересный вебинар каждый день. Всего доброго.